Со дня теракта в Беслане прошло 15 лет. Трагедия отняла жизни больше 300 человек и исковеркала еще больше судеб. Память погибших почтили по всей России. Не исключением стал и Михайловский район. Съемочная группа Михайлов ТВ и представители хоккейного клуба «Рязань» были приглашены на школьную линейку в Михайловскую школу-интернат, посвященную страшным событиям 15-летней давности. Торжественная линейка, посвященная памяти погибшим детям и взрослым, во время террористического акта в городе Беслан Республики Северная Осетия объявляется открытой. Директор образовательного учреждения Владимир Щетинин рассказал о своем отношении к трагедии в Беслане. Продолжили печальную тему учителя и воспитанники школы-интерната. Из детских рук были выпущены в небо белые шары, которые взвились под облака, словно белые ангелы душепогибших заложников в школе Северной Осетии 15 лет назад. Масштаб горя, горечь утраты, та боль, которую испытал не только народ Осетии, но и мы, русские люди. Это неизмеримо ни с чем. Как хранить своих детей? Как видеть, что твоего ребенка расстреливают, убивают, и ты не можешь ни с чем помочь, ты не можешь ответить адекватно. И вообще вся бессмысленность этой ситуации, она как тупой болью в сердце, как заноза такая вот садится. Но помнить об этом надо. Об этом надо вспоминать, потому что показать, что в мире добро все равно побеждает зло. Что то зло, которое было причинено тем людям, которые были в школе, которые это пережили, оно конечным. Зло имеет свой финиш, свою конечную какую-то точку развития, а добро бесконечно. Добро обнимает зло, и добро его исцеляет. И вот я хочу пожелать тем людям, которые в Беслане пережили эту трагедию, пусть они нас и не слышат, но душой и сердцем с ними, пожелать любви, потому что только любовью можно исцелить то, что им довелось пережить. А нам помнить об этом, помнить, упоминать в своих молитвах и воспитывать наших детей на примере мужества, которое проявили ребята-школьники, пережившие Бесланку. Нелюдь стреляет в наших детей, Бог защитит их там по скале. Боже, скажи, как дальше жить, как нам грехи свои искупить? Детские стоны слышны нам с невест, плачут и горы, и реки, и лес. В календаре нет чернее листа, в Беслане они распинали Христа. Мама, очень хочется пить, мама, очень хочется жить, мама, затихают детей голоса, не напоит их мамой слеза, не напоит их мамой слеза. Хочу пожелать вам здоровья, успехов, всего самого лучшего, самого здоровья. Я знаю, что мы не первый раз, наш клуб приезжает к вам в гости, дарим вам подарки. Надеюсь, чтобы было не исключение, в этом году тоже приехали вас поздравить, признал подарки и дай Бог, что не последний раз мы к вам будем приезжать. Спасибо. Я думаю, что кто-то из них и увлекается спортом, и может быть даже кто-то из игроков с кем-то они знакомы или слышали о них. Поэтому я как бы считаю, но это нужно поддерживать. Нужно поддерживать обязательно взаимосвязь старшего поколения с молодым. Просто так совпало, наверное, да, потому что у нас начало учебного года, у, так сказать, всего хоккейного мира, российского, это начало хоккейного сезона. И у ребят просто появилось время, и мы решили, что... Мы сказали, какая у нас программа планируется на этот день, и руководство клуба, им очень тема понравилась, в принципе, поддержали. Я думаю, и самим хоккеистам тоже было это интересно, по крайней мере. Посмотрите, я вот сейчас с тренерами пообщался, и они сказали, что у ребят уже очень много впечатлений, и такие у них, так сказать, сразу идеи, добрые мысли и помыслы. Собственно, для этого они здесь и собирались, и для этого они сюда и приезжали. Поэтому мы, еще раз говорю, достигли поставленных целей и получили то, что хотели с Абустером. Все результаты, которые мы наметили, они реализовались. Так что все цели, которые наметили, реализовались в результатах. Ежегодно спортсмены посещают Михайловскую школу-интернат и всегда приезжают к ребятам не с пустыми руками. И сегодня представители хоккейного клуба «Рязань» преподнесли ребятам подарки, что стало уже доброй традицией. Эта дружба помогает взрослым не черстветь душой, а воспитанникам школы-интерната равняться не на сказочных или мифических персонажей из виртуального мира, а на настоящих героев из плоти и крови, достигших высоких результатов путем большого труда, терпения и упорства. Владислав Окарков, Наталья Бостракова, Александр Каратаев и Евгений Бостраков специально для Михайлов ТВ.